Скажите, вот раз уже мы начали говорить об Украине, давайте все-таки порассуждаем на эту тему. Насколько вот та ситуация, которая сложилась в нашей соседней стране, повлияла на то, как люди пошли на выборы и как они проголосовали? Ваше мнение? Голоса. Я считаю, что это один из основных факторов досрочного голосования и в целом такой явки большой и поддержки Александра Григорьевича. Мы все воочию увидели, чем заканчиваются подобные эксцессы на выборах, после выборов, захваты зданий правительственных и очень сильно этого не захотели. Мы увидели, ну по оценке ООН у нас 100-120 тысяч украинцев здесь, наверное их больше, они приезжают работать, не все становятся на учет, поэтому они без виз приезжают, они все обращаются в миграционную службу и поэтому эти истории, которые они рассказывают, они стали не телевизионной картинкой, не газетным сюжетом, а реальной жизнью, реальными детьми в классе, которые рассказывают, как они... Да, и дети в классах почувствовали, которые учатся с этими детьми. Это стало... У меня одна тетушка в Горловке, а вторая в Мариуполе. Их дочери, семьи, другие родственники по Украине. Это личное переживание и оно касается многих и многих. У кого-то учился, у кого-то брат живет, кто-то отдыхает в одной и том же семье в Одессе. И это очень сильно наложилось на сегодняшнюю ситуацию у нас. Мы вообще стали примером европейской кристаллизации мирного процесса. Европа смотрит на нас даже в проблемах миграционных, потому что сегодняшняя наша ситуация для Брюсселя, Берлина, Рима, Сербии, Венгрии... Огромное количество стран. Невозможно. Алексей Георгиевич, а ваше мнение? Да, да. Ну, это мне так сходу довольно сложно комментировать. Хотя такая моя собственная позиция заключается в следующем, что неприменительно, так сказать, к сегодняшним выборам, хотя мы должны это обсуждать. Вообще ситуация вокруг Украины, Белоруссии, Приднестровья, то, что происходит в Молдове. Все-таки 25 лет назад это было единое государство с гражданами единого государства. И мы это все прекрасно помним. Но те, кому сегодня 25, они этого не помнят. Ну и, соответственно, те, кому 30, тоже не помнят. Вот то, что произошло, это общая беда. И это общий просчет политиков в том числе. Достаточно четко, но мягко об этом говорил президент Лукашенко. Что, в общем, то, что на Украине случилось, можно обвинять третьи силы, там, Соединенные Штаты Америки, Англии, Францию. Но это неконструктивно. Обвинять прежде или искать проблему надо в самих себе. То есть это просчет и России, это просчет и Белоруссии. Это определенный просчет здоровых нормальных сил в самой Украине. Здорового смысла. Которые имели возможность всеобщего влечения там сверхприбылями и так далее, и так далее. Ничего подобного уже не происходит пока в европейских, в западноевропейских странах. Ну, некоторые политологи, в том числе и у нас в Москве, они обещают там развал Соединенных Штатов на 7 частей, и так далее, и так далее. Но давайте все-таки к этому относиться серьезно. Значит, задача. Вот сегодня как раз об этом все-таки я считаю, что очень многие люди говорят, что президент Лукашенко это такой человек, который вот, он такой простой такой вот, он директор колхоза, там, совхоза, малообразованный. Сейчас уже меньше говорят, уже поняли за 20 лет, что, в общем, это не совсем. Он сегодня очень серьезный месседж послал. Что мы не будем и никогда не использовалось территории Белоруссии, белорусский народ, для нападения или на агрессию на кого-то. Вот это месседж. Вот когда ты хочешь выстроить нормальные отношения, но не выстраиваешь себе задачу кого-то разрушить, тогда, наверное, получается то, что произошло сегодня. Вот флуктации вот эти вот, а в Украине у них это не получилось. Значит, там все немножко чуть-чуть и плохо совсем по-другому. Ну, я бы хотел задать вопрос Вячеславу Викторовичу. Европа нам просто благодарна за то, что все-таки на нашей земле были достигнуты соглашения, или Европа еще и сильно испугалась то, что приближается очередная мировая война? Знаете что, я хотел бы сказать прежде всего о том, что Белоруссия, она находится у нас на геополитическом перекрестке. И во все века, во все столетия, так или иначе, какие войны затрагивали Европу, они проходили через нашу территорию. У нас очень сильная генетическая память в этом отношении. И для наших людей, ну, я думаю, все прекрасно знаете, это и наши бабушки, дедушки, отцы, они говорят о том, что самое важное, чтобы не было войны. Вот если говорить о примере Украины, то здесь сработал как раз-таки пример вот этой страшной, самая страшная война, это гражданская война, когда она вспыхивает в обществе. Это не дай бог вообще, когда раскалывается единый народ. И вот этот отрицательный пример, он сработал как раз-таки на объединение, консолидацию нашего белорусского общества. Войну гражданскую можно не допустить только в том случае, если общество будет едино и будет сильная власть у государства, которые работают в интересах народа своего прежде всего. То, что мы сейчас видим, благодаря политике нашего президента Александра Егоровича Лукашенко. Я думаю, что тут, если говорить о реакции Европы на наши мирные предложения, то, что Беларусь стала центром урегулирования украинского этого конфликта. Естественно, тут сработало, с одной стороны, и то, что мы демонстрируем пример стабильного, спокойного общества. И, с другой стороны, конечно же, я думаю, основная масса населения европейских стран, они тоже не заинтересованы в том, чтобы, не дай бог, вспыхнул какой-то очаг континентальной, не дай бог, мировой войны где-то в мире. Другое дело, политические элиты какие-то узкими своими интересами руководствующиеся, но народы против этого. Поэтому и это тоже, думаю, подталкивает и Европу к нормализации отношений с нашим государством. Народы могут быть не против, если еще живет поколение. У них сейчас будет развлечение на ближайшие полтора-два года. Говоришь, все гораздо проще. Почему проще? Потому что, сейчас я, извините, договорил. Потому что, вот, хотя бы одна сентенция, которую вынуждена была сказать канцлер Германии, что мы будем депортировать несколько сот тысяч. А вот, ну, взрослые люди, мы все-таки, так сказать, умеем понимать, сколько это вагонов, там, самолетов и так далее, эшелонов, какие-то деньги. Живых людей. Она вынуждена была сделать политический демарш, потому что... Ну, в Германии был опыт депортации на... Это немножко в других условиях. Синетские силы поднялись и не приемлют это. Начали сжигать эти лагеря. А я почему сказал все проще? Я еще раз вернусь к тому, что экономика первична. В Европе нужна стабильная страна, которая могла бы послужить коридором. Я напомню о том, что баланс торговый между Китаем и Евросоюзом более 600 миллиардов евро. В ближайшее время он должен дойти до триллиона. Вы не обольщайтесь. Одни проблемы могут решить... У нас с вами будет еще сегодня глубокая ночь, чтобы об этом поговорить.